Традиционно к осени рынок фитнес-услуг начинает оживать. С отпусков возвращаются постоянные клиенты и просто люди, ведущие здоровый образ жизни. Так и в этом году верхнекамские предприниматели фитнес-отрасли с нетерпением ожидали старта сезона. До пандемии в фитнес-клубах занималось более 7 миллионов россиян. Именно фитнес-отрасль на протяжении более 25 лет вносила свой вклад в популяризацию здорового образа жизни, формирование общественного мнения о необходимости оздоровительных занятий, создание комьюнити. А теперь QR-коды убивают бизнес. Мы встретились с Татьяной Ериной, управляющей фитнес-центром «Форма». В последние дни, отмечает она, залы необычно пусты. Многие клиенты, по их данным, не привиты, а значит, потеряли возможность тренироваться. Татьяна считает, что вакцинация – дело добровольное, а значит, сейчас, по ее мнению, идет прямое нарушение прав человека. Еще в прошлом году многие фитнес-клубы не прошли вот это вот испытание и закрылись. Конечно, это все очень тяжело. Мы, как коммерческая организация, конечно, заинтересованы в первую очередь в прибыли. И никто нам кредитные, налоговые какие-то каникулы не предоставит, и арендную плату тоже нам никто не отменит. Фитнес-сообщество Пермского края возмущено. Ведь фитнес, как отрасль предпринимательства, теряет деньги клиентов, которые, в свою очередь, не могут вернуть деньги за абонементы или хотя бы бесплатно заморозить их. Возмущает спортсменов и несправедливость меры ограничения. Всегда меня интересует вопрос в плане вот этих вводов кодов. Когда мы приходим в пятницу, например, в магазин, где продается алкоголь, да, те же самые пивнушки, там еще большая сеть алкогольных супермаркетов. Почему там-то не вводят кьюр-коды? Или QR-коды, как они там правильно. Меня просто интересует, что те люди, которые употребляют алкоголь, они могут взять алкоголь без кода. А те люди, которые озабочены своим здоровьем и ходят тренироваться, они не могут прийти в зал без кода. Есть и исключения из правил. Так и в истории с пропускной системой есть фитнес-тренера, которые не почувствовали сильного негативного влияния новой пропускной системы. Например, инструктор по зумбо-фитнесу Галина Токарева. 80% моих клиентов, они привиты. И привиты они, скорее всего, по моему примеру, потому что сама я вакцинировалась еще в апреле. Вся моя семья тоже вакцинирована, абсолютно все, потому что очень много пожилых родственников, мы переживаем друг за друга. И у меня никогда не стоял вопрос, делать это или нет. Сейчас Союз операторов фитнес-индустрии Сведловской области и Пермского края обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой отменить для их отрасли QR-коды. Взамен авторы заявления предлагают помощь в борьбе с коронавирусом. К примеру, открывать на своих территориях пункты вакцинации, а также предоставлять скидки и бонусы привившимся клиентам. Решение остается за губернатором края. Если же смотреть динамику в других регионах, то там уже сделали следующий шаг. В Забайкале уже запрещены банкеты, корпоративы и свадьбы. А теперь всерьез рассматривается посещение мест общественного питания, лишь с QR-кодами. А какой шаг стоит сделать следующим Пермскому краю? Ольга Распановрева, Кирилл Яранцев. Наши новости.